приветствую вас геймера меня зовут дмитро и мы продолжаем играть в его плане сальс 4 за созданную нацию коми в прошлом эпизоде мы по моему завасалили казахов на узбеки высвободились из-под их гнета и надо будет потом у них территории захлопать так забасали еще шведов немного земля где раздали золотой нам надо будет конечно на будет конечно они к всеми заняться иначе им восстануть против меня просто-напросто в таком количестве если бешеным будет шведов я не знаю может они к силу подумать надо хорошенько 5 еще кое-что национализацию готланда я еще не бахнул она стоит стоит она дороговато кстати да и вот еще надо надо бы не знаю сколько там меня транспортников 7 в принципе я думаю что беспорядки особо пока не бахнут у паруси есть претензии четкую вами а вот вами интересно интересно задание выполняет по гуси мне нравится так а она не является частью священной римской империи поэтому плюс все мы можем загасить потом в будущем так чё-то тут речь посполитая стоит ждет не дождется так по техам мы пока 14 левел по военным остальное мне как-то плевать самое 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 что в моей так сказать силе отражается обычно это это конечно живой антихин остальное как-то пофигу так значит кстати буквально помп позавчера вышел мод идти рус кто уже ту его кучу обзоров наделась всяких лет стоящих фазного калибра и профессиональности вот но я наверно тоже не останусь в стороне возможно после прохождения закомии или не после прохождения закона может быть может я буду иногда выпускать прохождение идти рус за какую-нибудь современную державу я подумал над этим конечно но но все же вот так просто у меня сейчас график довольно напряженный сессия все дела поэтому поэтому если будет сниматься что-то новое то будет она сниматься не очень часто так сербия бусин чё хотел я хотел а я хотел закончить болтать и подумать так значит вот эти вот людишки поедут получается в ютландию да мне нужен передовой отряд еще здесь в готланде и было бы неплохо здесь конечно же там скандинавы же летовать будет вот как раз на 19 тысяч есть их надо когда-нибудь перекинуть так вот эти вот вот эти вот парниши пусть сходят допустим фельсингстад там по себе по 18 тысяч а 19 тысяч так а вот тут еще 3000 фельсингстад вот этих вот ребят мы закинем пока закинем пока в курляндию и потом перекинем их в год он не люблю восстание на островах но они ой как мне будут мешать час так вот ведь финские националисты сейчас придут а ну коли финские националисты сейчас придут давай как вот эти вот чуваки которых я в курляндию отправлял пусть уходят на него финнами мы поздороваемся как у меня еще с рекрутами ой с лимитом армии митом армии у нас нормально более-менее так чай экономика пусть меняем и побудет я хочу посмотреть какой прирост деньгами все ганза меня больше не трогает вам дачу подорвались отношения со стояками и свечу бесполитой поэтому я тут немножечко решил поколдовать так то есть дипломатов закинуть и с казахами надо улучшать отношения все казусы на крым по моему уже сделаны то есть он будет следующим связи с черкесии крымчане находятся и феодора мы с вами на им тоже от хопаем так можно еще она можно короче бить войну черкесии на так захватить весь крым захватить всю черкесию захватить феодора после захвата крыма и при этом повоевать с астраханью и подарить астраханские территории золотой ради по них национализировали бла-бла-бла чтобы я не морочился с этим всем налоги и тут очень хорошие в сарае в астрахани поэтому поэтому админки да херас кому бы чего не скажешь и дипломатии но это это понятно так чем я слишком много дипломатических связей то скажите а генетический брак потому что у меня здание заключен до сих пор это потому что у меня правитель тонн еще не сдох странно обычно не в таком возрасте уже все ну а так еще кое-что можно вроде форму правления уже менять да да но за админку за админку я наверно возьму я возьму абсолютную монархию потом может быть на беспорядке чтоб меняло да абсолютно монархию взять хотя необоснованные требования тоже неплохо но тут круче тут дисциплина для войску тут изменение автономии автоматически это на мой взгляд вообще супер так что надо будет федя надо будет так и в экономике я хотел посмотреть как по деньгам у нас а плюс 3 просто а у меня еще и дети же рождена содержание армии будут вот такая фишка мы так много воюем фига только и где это взял манический процент из займов не ну надо конечно надо там тоже содержание армии будет все же уже все же проблем может случиться в будущем с этим всем так самое интересное речи посполитой мы далее по моему что то вот здесь вот это по моему а если она нас обозлились потому что шведские территории не дали никакие плана войска новые делать не буду посмотрю сейчас кто следующий на очереди в плане восстань крымская партия коли крымская партия устает давай вот этих чуваков перекинем сюда ленту крюк делать пипец астраха и надо захватывать тогда казань в кольце окажется и вообще крутичок бы финские националисты больше особо векать не должны будут там помнится что у них мы уже бород с системой плохо действительно чем у них там мечта не помню медь максимально лучшие отношения с речью посполитой в общем речь посполитую надо как-то будет развалить попытаться беспорядочки у них там обеспечить видеть так 2 киев запорожская сечь идет четвертого года вот слушайте если мы себя россии провозгласим это это был бы вообще супер крутяк смогли бы развалить их кучу наций чернигов еще на чем-нибудь пытаться для этого надо им союз расстроить и отбить конечно вот этих всех скорее а на крым можем напасть и позже чуточку да но тут тут все упирается в то что у них очень много войск будет это встрияки с нам помогут рука авто 34 тысячами крич посполитая у нас сколько семьдесят восемь тысяч у нас 110 но учитывайте что сейчас мы национализеешь на проводим и нам немного не до этого пока она посмотрим подумаем насчет этого всего пока она чем-то судить как все что тут уже по-моему достаточно войск но нафиг кораблик короче плыви сюда стокгольм скинь оставшихся бойцов а а судышки хотя подождите ребятки а я че-то не помню содержание армии если 40 и 72 а суши десяточку нам дают конечно доходы и расходы просто вопрос такой возникает и не помню если честно так старые ветераны минус 10 интересно так это где у нас но вот же задание решения нет иди так у нас еще на содержание армии минус 20 процентов были ставить и антная на вот здесь было да 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 вообще коротяк содержанием армии у меня придумки получились ладно давай наверно по шаблону построим все таки еще 30 тысяч потому что люди щас нужны в москве и давай еще в новгороде может стивка и почем долго не очень не знаю да да в принципе не особо долго но в принципе не особо долго где-то пара месяцев разница ок нормально надо еще людей накрафтить потому что сейчас восстания и живут всякие разные Так, объединяйтесь. Так, там у казахов никого я не забыл, надеюсь. Да, нормально. А, слушайте, тут казахская партия сразу же. Сразу же буквально. Пришла. Не, надо возвращаться. Пипец, ладно. Хорошо. Точнее нехорошо, потому что гонять их туда-сюда как-то кайфу ноль. Тən-тən-тен. Так, 84 еще у нас очка, можно наконец-то национализацию Готланда устроить. оланда так вот до казахи они более так сказать бунтующие оказались поэтому надо приготовиться тут встречать гостей а чем так не понравилось и давайте вот как мука а я может может это самое давайте вот как как я думал я походу это самое давайте вот как уже сделал в прошлом эпизоде на забыл про это сейчас да я им автономию занятие вот они и ругаются нехорошими словами части я заплатил за людей уже что будет ток встречаем дорогих гостей в общем где там восстанут пировск кастанае минус 3 процента в кучитаве есть возможность ок давайте дорогуши я вас жду потом их к крымчанам отправим меха на вы бы произойдет миха отлично ничего давай 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 а великолепно добегут да давят стучи если проблем какой-то случится все и сюда теперь закончилась перемене с газику мухом так претенденты золотардынские в принципе не наша проблема все давай в крым националисты устают так за бяка с деньгами пошла расскажите-ка а содержание армии то растет действительно поэтому тут такой проблем и существует у нас а подкрепление 11 не нормально содержанием армии просто трубку очень хорошее случилось чё там крым задумал пошел в баню он кстати в у нее упасть может там хан османа глупо ходу да да там османа глупо так что надо как можно скорее заковать крым иначе может такая хрень случится что они еще и в уни выпадут бить к султану тогда мы хрен чё там возьмем максимально лучшие отношения с австрией с казахами там подтягивается тихонечку ассимиляция туриземцев кстати мы с бурятами хотели повоевать но я подумал что пока наверное не стоит этого делать попозже разберемся со всем этим мракобесием так чё восстание когда там финны темерфорс хельсинки и выборг ну там чуть-чуть через не хочу буквально хельсинки темерфорс и выборг да там вообще автономия низкая особо им вякать смысла уже нет потому что я их по моему однажды атаковал они могут еще восстать при желании так 33 штукаря уродились давай кусочку тамбов перемене с Францией, Тосканой и Монтовой даже к концу так Мишахской партии уже плевать вот датская партия восстать может Фюн-Ютландию давай-ка быстро сюда генерала перекинем Кирюшку Воланда и встречаем дорогих гостей а вот еще что как я мог про это забыть теперь встречаем так что там за херня у меня за окном что там гром гремит все дела сниму-ка я наушник на всякий пожарный а то был случай однажды датская партия так восстала в Фюне только в Фюне отлично это означает что мы сейчас возьмем и бабахнем их всех нафиг готово надо Зеландию из кона взять чтобы нормально проходить но пока такой возможности увы у меня нет так дайте-ка подумать а а кто следующего ставит финны финны так финны давай короче отряд вот этот с командующим пусть побудет некоторое время так расскажу пока время высвободилось про случай-то про свой в общем шла как-то у нас гроза однажды и моему знакомцу когда гроза ударила что-то с электромагнитной хренью какая-то получилась какая-то бяка и короче он оглох на одно ухо у него наушник был в одном ухе как раз я с тех пор осторожно отношусь к этому делал не знаю как это так получилось тогда но факт остается фактом поэтому не советую вам в грозу юзать наушники по крайней мере к компу подключены так все еретики венерке в бесконвестной вере так ландхельсинки о о там финские националисты как раз живут порадуем их дядька султан на азов хотел претензию сделать ох какой засранец повоевать хотел с нами получается на Екатеринодар у него уже есть претензия откуда у него на азов кстати это это черти где ладно в общем дядька султан на нас напасть хочет как я понимаю ну армия у него не особо громадная поэтому поэтому че тут говорить мы его нагнем в одиночку уже если война не будет слишком долго иначе мы в кризис упадем так ну че финны давайте вставайте с казахами когда у меня дела закончатся все аннексия 6 марта 90 через месяцок их можно аннексировать а почем 133 очка нормально я просто все думал на тимуридов через казахов нападать но я пока не знаю наверное не буду наверное я себе буду отхапывать хотя слушай хотя тут везде по 2 по 3 не базовые налоги тут херовые по сути по сути тут и дороговизны особо не будет обычный шипатор можно будет много хапнуть и быстренько национализировать так что так что порядок с тем всем будет ни хрена себе вассалов тимуридов тут пипец как они вообще умудрились они обычно разваливаются же всегда эти тимуриды в этот раз они как-то сказали ага мы тут нагнем всех вы над нами смеялись столько времени теперь мы будем смеяться над вами да весело ну ладно национализейшн сейчас закончится окей уби так и так крымской партии уже плевать датская партия чуток в Йотландии башкиры башкиры вот могут восстать готландцы шведы шведы в Оландии понятно есть у меня тут отряд всякие пожарные и финские националисты хельсинки там до сих пор сидят там ну-ка давай-ка месяцок прогонись скажи-ка мне как сейчас дела будут с этим так ну в Хельсинках чуть-чуть так вот в Оландии бесятся в Готландии бесятся давайте наверное поскорее эти восстания чтобы случились я только в него отправлю свои корабли попробую отряд погрузить на корабли и сюда в общем большой отряд слишком там держать не надо я не думаю что там сто тысяч сразу вылезет я думаю ой не понял а там семь кораблей было очень фишка ладно давай тогда всех заберем оттуда ну или почти всех сколько там забрать можно будет заберем и и потом автоном занижать так опа и тут опа так и что я еще отжал шведов не помню уже а все тут тут вроде бы все норм да так давайте короче якутия может развиваться самостоятельно великолепно это куда нам сюда теперь идти аулдан ну аулдан так аулдан там у нас как раз задание кстати колонизировать вот эту штуку скорее бы что-то австрияки опять во мнение обо мне упали что там за хрень происходит я не знаю какие-то проблемы так казанцы могут восстать крымчане все-таки все-таки захотели башкиры готландцы шведы и финны скорее бы финны восстали уже как-то нет у меня особого желания ими заниматься так хорошо что у меня мостик теперь есть можно по сути и с финнами и со шведами воевать одним отрядом мостик через оланд мы захватили так сказать так кони двинул этот мой а наследник какой-то упоротый ну ладно соглашусь на день браки с обстояками еще надо бахнуть а они сами бахнули отлично так шведы мои дорогие что я хотел что-то забыл а стабильность хотя что повышать в принципе она упала повысился шанс на восстание вот это по-моему самое то что сейчас надо переменились дядьки султаном и крымом подошли к концу так что можно уже спокойно хапать крым но сейчас я посмотрю тут крымская партия что-то нет она хочет восстать но что-то что-то и мешает так башкиры башкиры могут восстать у меня у меня тут два отряда скрафтились в принципе можно можно в общем разобраться с ними так крым с дядьки султаном таки не подружился черкеса завассали на крымом понятно так ну значит астрахань не получится схавать получится только напасть без причины признак дурачины вот так ну дурачина не дурачина а захаваем так ну чё речь посполитая повоевать хочет но я её не призову пока дядька султан как бы не хочет ничего делать в принципе норм удалённая война дипломатическая репутация о чём есть дипломатическая репутация вроде всё же хорошо так речь посполитую звать в общем не будем ну и нафиг мы нападаем на Крым ну давайте наверное что ли так сейчас я проверю только ещё 7.9 шанс так но только тут такая бяка что нам возможно придётся перебрасывать командиров туда-сюда а так в принципе в принципе нормуль ладно давай двигайте потихоньку и тадам тадам а речь посполитую это звать зачем тадам вот всё теперь можно идти топать и шлёпать крымчане генерала наняли ух ты мы можем вестернизироваться интересно слушайте а кого мы можем интересно вестернизироваться норвегию что ли всего 2400 очков в принципе не убийственно у нас беспорядки повысится и стоимость средников знаете можно в принципе попробовать можно попробовать вестерн устроить так а какие там условия так по 7 очков правителя будет изыматься то есть нужно нужно будет советников нанимать да ладно войну закончим может быть и сделаем может быть и сделаем кто там второй кто там у нас наследник какой какое-то дно короче у нас наследник ладно спор и порядки исследования бла-бла-бла ладно в общем нападаем только генерала перекинем пока на пару сек крым разбит так все генерала убираем отсюда нафиг назначим на господин пока все а и вот еще пополам пожалуйста и вы пополам и нападем сразу на феодора так чтобы с феодорой разобраться надо кусок отделить а какой нафиг корпусок давай вот так бам и потопали ой ой-ой не то сделал вроде мы без генерала хоть и без генерала но спокойно сможем их разбить потому что они маленькие и слабые так все дуем сюда и конец сказочки это будет так сказать крым путь домой моя версия режиссерская так странные юниты осаждают у меня провинцию ну-ка тут вот тут он нормуль давай сюда а то как-то упор это получилось кто-то у нас значит выставать хочет шведы и финны и готвандцы все одновременно прекрасно ну давайте я вас жду любезные ой-блин знаете вы компенсации заплатите им 349 я в долги упаду а это а это нехорошо потому что мы сейчас тоже можем в долги упасть фактически ну в смысле в отрицательный баланс ну ладно стабилити понижайся что уж там ооо шведская партия восстала изислав голицын ну вообще отличный швед ну ладно что они над ними смеяться готлан давай резче я именно из-за тебя не могу тут ничего сделать давай сука скорее все я не могу ждать шо нахер так давай сюда так новая организация мне не нужны советники блин а готланцев вообще два человека было практически так что так что спаке кзуя мы уже взяли между тем у меня гром гремит в городке так что таки делихи таки живем сражение за оланд выиграли наконец да давай может пока дипломат свободный есть фабрикую претензию на астрахань просто на нее нападу раздам земли этим как они золотой орде они национализируют все будет крутяк так единственное только дядя султан не воюет вроде нормально улучшает отношения с Тунисом с ним улучшают отношения Крым и так далее надо поскорее с осадами закончить потому что они фактически там могут попытаться что-нибудь нехорошее мне устроить осады там уже все благоприятные что-то финны они сто лет думают тут уже башкирские националисты скоро восстанут так ну а раз башкирские националисты тут восстанут то нам придется пойти в Вятку и в Кудымка это рядышком совсем встретим их Крым инкупировали финские националисты восстали отлично наконец-то сто лет их ждал эти вообще без командующего а у этих Юсепи Хренсинен короче какой-то вот Крым капитулировал ну типа капитулировал конечно же я не соглашусь ни на какие их требования все на Астрахань появился казус можно будет на них напасть ни хера ся 3000 в становом были но нет мы выиграли спокойно просто помните я там что-то пугался раньше с этим всем телом а это из-за технологии было сейчас вроде нормально топай выбор пожалуй мы тебе даже подкрепление отправим из 5000 чтобы уж наверняка завалить их выиграли осаду мандреги ну фактически все ща подожди Феодора додавим и закончим тут совсем там кстати бегство защитников вообще ассимиляция туземцев в становом тадам и теперь давай в джун в джун в джун джун сейчас вот так вот оп и отправить колониста там базовый налог вроде увеличится за выполненное задание или как-то так уже не помню все Феодора мы взяли Крым подожди итак Феодора пытался подружиться с тимуридами не получилось бахнем национализейшн постройка большого дворца престиж легитимность ну деньги в принципе не очень большие Крым мой дорогой по результатам мирного референдума тан та-да-дан вот так сделаем 100% полное присоединение черкесы с вами разберемся мы позже но тоже разберемся а и подождите минутку мы еще должны перед этим напасть на Астрахань вот чтобы в случае если там черкесы вернут союз чтобы никакой бяки не случилось так все Крым теперь с тобой мы договоримся окончательно и бесповоротно ты наш давай пожаловать домой так все Крым взяли национализейшн бахнули ух нифига сколько стоит так 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 и вот так там бяки всякие с восстаниями по-любому могут произойти теперь но ближайшее восстание это башкирские националисты которые находятся где-то здесь ну будут восставать где-то здесь так тут отряд надо бы объединить сделать одним большим чтобы на всякий пожарный тут никаких проблем не случилось с восстаниями так Астрахань вряд ли располагает гигантской армией а нет располагает все-таки такой приличненькой ща я тут бронеж выделю генерала на пару сек так они не сдохли вот это интересно получилось о теперь сдохли короче осадим здесь и ждем внутреннее раздоль в Бахмане Башкирово стали в Челябинске командующие у них есть так я кстати не знал что Челябинск это Башкирия мне казалось Челябинск это Челябинская область почему-то ну что сказать хреново я географию знаю хоть у меня опять в аттестате давай короче встречай дорогих гостей якутия национализована становой национализован благодать да и только так задание выполнено колонизировать повинцию Аян так не понял уже колонизировали что ли как быстро так где колонисты то колонист колоняльная лихорадка будет действовать модификатор пресс поселенцев бла-бла-бла так не понял Аян то где вообще Аудан может Аян так Аян то где подожди сейчас но сыктывка это не Аян сейчас подождите я чуть не понял чё чё это такое что А Аян покажи-ка А ну вот Аян мы его типа ещё же не заселили там 10 поселенцев сейчас ну ладно так создать русскую нацию у меня же ещё штука есть учит наше встречу посполит и фабрикат с претензией О вот это я выберу слушайте тимуриды тут так разрослись интересно что мы о они повсюду пипец ну в общем они так разрослись что мы их можем грызть очень вкусно и смачно их их дохрена но они в технологиях очень серьёзно отстают чуть ли не на 3 пункта так братишки возвращайтесь там Крым быстровать скоро начнёт а это невыгодно Хельсинки в исконно истинной вере кого будем дальше крестить Алант ну давай кого-нибудь да покрестим в Крыму и в Азове так макобесие в Крыму и в Азове так один отряд я ищу отсюда потащу потому что у нас брым духом бяка может случиться ох недовольные результатами референдума моего мирного и тихого сейчас я вас научу родину любить Астрахани иди в баню вселенский собор о это кстати не помешало бы мне сейчас как там о шведовщиства останут ещё в куче мест всяких причём нереально тут давай стабилити наверное пока возьмём так админские идеи можно ещё изучить про проценты займов ну а на всякий пожарный так тут можно передавать арде да да это типа золотая арда пусть захватила стоять стоять я сказал так ну-ка нет вазов сначала 26 тысяч ни хераси габсбор кумя аудан будет железо делать так ну слушайте тут надо серьёзно к этому делу отнестись мне же потом опять дохера админки платить так ладно давайте их задержим может этих нафорсирован и поставим только командира перекинул вот этого опа вывозку выкусите всё готово мракобесы ещё надумали эти даже не успели кстати добежать так это тоже золотая арда захватила казанская партия восстала восстала в казане и пензе так опять нафорсированный марш надо бы конечно ну ладно меню и погнали а вот эти нафорсированный пусть только вот сюда пожалуйста не 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 вот так в тамбов нет так лучше вот так хопа и вас вот сюда так мы с ними быстро разберёмся спор у границы с державой Тимуриды быстро ослаждают так засранцы шведская партия Бобо Вестерландия ещё где-то так давайте поближе подходите пока вообще нужен ещё один командир мне наверное выиграли осаду Астрахани ой этих я случайно это я случайно ну ладно так генерала перекидываю Астрахань подожди так я не то вообще сделаю объединить хотел так командир Кирилл Воланд что-то что-то на его на него тяжкая ноша нашла так так слушайте а столичку то взять не получится только маны чей этот Астрахань можно в принципе и завассалить попробовать сейчас казахов аннексируем как раз ну чтобы потом не это фигней не маяться денег у них дохренища вот так даже вот так вот бам золотая да она завассалена и она вообще какая-то коровочная так лучше шведская партия она интересного размера такого вражда дворянских семейств самый лучший вариант всегда так давай идею изучим пара проценты новых займов вот теперь у нас содержание армии еще понизилось экономика у нас еще круче должна стать по идее сейчас сбросится давай ну да еще тима кстати получилось там у нас еще одно еще одна такая штука в идеях появится будет вообще прелесть так че они не дохнут вопрос давай сюда в воску приграничный конфликт эти придурки вообще стоят ничего не делают сейчас профукаем будет не смешно мишарская партия там бови так вот этот отряд сейчас нафорсированный направим наверное сюда потому что сейчас просрём все полимеры вот я вам точно говорю да проиграли слушайте эти ублюдки еще и взяли шведы что вы делаете они такие мы своих не бросаем так надо было вот этих на корабли погрузить и быстро сюда доставить нихрена я про это не вспомнил дурачок дурачок потому что так здесь пока объединимся командующего закинем разберемся с этими придурками бунтующими феодосия мариуполь и что-то еще мы взяли сейчас в тамбове довоюем тогда и усё так на кораблике и сюда сражение за тамбов выиграли тут еще 30 штук корей пришло так но это уже поздно ребятки очень поздно вы пришли давайте пока сюда куда-нибудь куда попер так как кусок и в атаку казань поиск прохода войск воюет с дядей султаном тимуриды воюют с дядей султаном тимуридская война за покорение дяди султана давайте поможем хотя бы потому что у них ноль шансов я из уважения к их храбрости попробую это сделать если тимуриды загасят дядю султана я офигею честно ну-ка как у них парамет у тимуридов 93 тысячи они наверное думают просто что у них а у дяди султана 102 тысячи в общем тимуриды может думают что кто их по союзникам только казань но у них дофига вассалов они может думают что за счет вассалов завалят дядю султана ну если они смогут это сделать это будет круто просто потому что тимуриды они слабенькие мы их вынесем на одном дыхании но я не думаю что дядя султан тут так просто сдастся сражение за нерки выиграли так сколько там людишек вообще тысяча с чем-то можно по идее штурмовать эту хрень попытаться кстати рестернизацию мы уже не можем сделать почему-то парам-пам-пам не нифига а нет фига нормально отключи марш на всякий случай кто там восстает дальше датская партия о как раз у меня тут чуваки сидят я вас жду бах и нету и тут еще то же самое не понял мы по правым духам проигрываем вывозку давай на последнем издыхании их победили и вот еще казахов аннексировать хотел грачок о давай какие-то техи можно изучить о военные вот это отлично хорошо что мы впереди планеты всей по военным технологиям идем но не впереди планеты всей а впереди конкурентов главных по крайней мере тимуридов и дядьки султана да и речи посполитой так насильвания да и у австрияков херови по военным техам чем у нас так что хорошо в принципе идем так сибирские националисты они вообще же черти где будут давай погнали и вот этот отрядик тоже туда куда-нибудь может задержат их немного крым национализован не мы опять вестернизацию можем провести слушайте нафига в принципе и так хорошо это и долгий процесс еще воевать не получится скорее всего ну там запас админки у меня будет конечно небольшой но но он совсем уж небольшой кстати мы на газику мох можем напасть военный союз дядя султан а но если военный союз дядя султан то тогда не сможем потому что здесь к султанам пока не хочется вторую войну устраивать это мы сделаем чуточку позже когда волна мракобесия у нас закончится а еще мы с Казанью не повоевали нормально но мне нужен дипломат сейчас аннексию закончим указание союз с тимуридами теперь у меня есть претензия на тимуридов одна рыба аян будет производить рыбу ну окей там аудан сейчас еще сколонится и мы пойдем пойдем в усть маю впервые в эльдорадо у меня русская нация ну у коми же ведь есть такая идея то есть Россия колонизирует весь Дальний Восток обычно нифига такого не случается почему-то Испания захватывает так сибиряки вы че там спите что ли нерамкар так найдем автономии понизить можно где-то Севастополь Псков нет это пока не надо хотя Псков можно Крым Челябинск понизим Казань понизим Пензу так вот это можно понизить вот это так все тут повышать можно так Мариуполь Феодосия Крым Севастополь Аральск Усть Урт Усть Урт Усть-Урт автономия С чего это это где вообще кстати Усть-Урт где это действительно неужто тут Усть-Мая не это другое Усть-Урт это я не знаю где это кстати по сути националисты а какие-то националисты не скажете на Гайске а сейчас пойму где это тогда это где-то вот тут должно быть вот он усть-Урт автономия 91% жирвите господа так Аральск Севастополь Тюмень в принципе вот эту байду можно все понизить крымчан мы уже наваляли им один раз наваляем и сейчас так пока тут у нас стабильность такая то есть пока у нас такая нестабильная ситуация в стране а и Австрии по-моему Дин Бак еще не предложили да да давай-ка из Австрии дипломата уберу опа Гуген Солер еще из Речи Посполитой умер сейчас так Австрии один брак опять с Тосканой воюет пипец Австрию пилят просто-напросто Милан такой еще огромный стал да это что-то с чем-то Отто фон Виттельсбах умер что-то все в определен все в одно время умерли как интересно получилось так там еще Австрияк умер упороться просто упороться так с Крымом вот я некрасиво поступил надо людей туда прислать шведы пока ничего не делают кассимовцы восстать могут феодорцы так вы на форсированном марше тогда срочно к феодору новая идея за админку давай централизейшн бахнем так потом будет патриотизм содержания армии и эффективность производства теория Смита все еретики в Оландии в истинной вере так пока я казах фониксирую займемся наверное Казанью начнем фабриковать на них претензии что-то орде отдам золотое что-то отдам себе Симбер возьму но на Симбер у меня есть на Самару есть Сарысу давай нет нет Сарысу это там это орда пусть будет Бузулук давай а нет Башкир сначала сначала Башкир попробуем отхапать так вы дорогие мои можете уже в принципе без марша пойти по-любому успеете так аудан может развиваться самостоятельно и феодорцы в Севастополе аудан это у нас что было вот он давай в Харью пойдем и аудан национализейшном попробуем взять бурят буряты кстати так ни с кем не подружились и у нас претензии на них слушайте давайте я наверное отряд один кину туда пополам разделю вот этот и на бурятов нападу а то как-то не круто так командир иди сюда сибирские националисты тюмень и курган вот тут как раз у меня так отряд стоит здесь пока щамы вдарим огоньку сначала на вот этих перемириться шведами закончилось так месяцок прогоним все задавили тюмень там еще кто-то кстати стоял казахи крутяк так вот этот отряд к бурятам кидаю будем их гасить полным присоединением займа в размерах стабильность интересно ну давай большой займ возьмем для чего-нибудь он может пригодиться потом аудан национализован так кстати сколько у меня съемка идет дофига времени наверное уже ох ты час идет ладно сейчас закончим тогда греки нагайцы казахи крымчане ничего интересного давай на бурятов нападем наверное в этом эпизоде хоть он и будет называться кое-как связано с крымом название будет но все же я и на бурятов тоже нападу пожалуй так житеру бузулук айгудель давай айгудель возьмем у казани казани тоже можно за васаль пытаться но не буду наверное этого делать пока восстание ноль можно спокойненько нанять генерала сюда и что буряты здравствуйте дорогие сейчас дипломата из речи посполитой уберем на пару сек да вообще у меня там как-то и не нужен уже наверное дядьку султана может пнем разок и все ну что ребятки бурятки ух ты сраный грабли их там их там достаточно так так они встанавливай поперли ща вон нам как беся ну поэстиши потеряем ладно в кирингу 24 августа мы сентября не буду самую высокую скорость сделать так 9 октября пробудет блин эти кошки-мышки меня задрали щас щас вот так сделаем наверное пополам так так конец все мы их нормально сейчас погасим типов этих стрёмных куда пошли вуде ну идите мне не жалко все интегрировали казахов интегрешн процесс долгий да не спорю какие маленькие узбеки продолжим на казань клепать тимуридам пока не очень везет с их войной кто бы сомневался так беспорядки греки греки значит вставать хотят будем ждать нифига нифига у меня денег нифига насе действительно нормуль плюс 24 круто так куда пусть куд о у меня тут отряд кстати идет отличненько так давай золотой дед дадим задание сейчас о у меня еще черкесия лассал что ли я что-то даже не знал об этом упора то получилось ну ладно что-то у меня очень много связей дипломатических так тут выиграли о осаждают мухтую круто получилось так вот так давай о еще я тут порядок наведу у бурятов они конкретно поигрывают в техах поэтому я думаю 8000 будет с главой достаточно куда пошли кирингу давай жду вас так так давайте найти мурида претензию у и дядька султан тут разбушевался да я предупреждал их что все так закончится может так ну вот эту хрень у меня есть публикация на ургенч по-моему у нас задание было правильно ургенч сделаю и мы можем крестить вермуланд вот пробую а и вот что пассионный марш уберите уж передохните тут все так а что встали то я что сказал делать почему их выиграть не получается интересно так дешевое железо рост табака что-то там еще а доказатель что-нибудь претензию не сделал дипломейшн больше претензий больше претензий на все на что можно на претензии сделать в следующем эпизоде будем казань давить с вами и я подумаю буду выбирать между вариантами Дания дядька султан или все-таки кто-нибудь еще на востоке речь посполитая будет как только мы дядьке султана тут пинка дадим обязательно речь посполитую атакуем в случае чего сделаем это даже в одиночку так там пять штук корей уже пошли выполнили миссию фабрикация претензий на Ургенч завладить принца Ургенч давай выполним это чуточку позже будет как вы понимаете ох ты крутяк баргузин взяли и теперь нам осталось а ногайский на лист подняли в расстане тут у меня как раз был отряд готовый пожарный так генеральский убираю буряты сдаются уже но не тут то будет конечно же я отклоню греки феодосии так греки феодосии так генерал уходи сейчас мы греков завалим феодосии так и отряды сюда надо накидать несколько враждат дворянских семейств хорошо хоть немного очков это стоит можно было еще содержание армии подешевле сделать но пока я не знаю сколько национализейшн будет стоить поэтому обойдусь а и бурятам навалять же надо так ладно давай сюда дуй и выноси быча так отлично будем теперь колонии вот эту штуку пока закрыт путь для нас в оставшиеся местечки потом в случае чего сюда вернемся еще есть простор для колоний так че я хотел сделать еще забыл читаю углая переклинило я забыл о чем-то о кстати не тебе сразу обратил внимание бедный тебе по сравнению с моим который стал в конце партии такой крошечный так а я хотел претензию бахнуть еще на тимуридов начать бахать претензии бухару вот можно взять она с очень хорошим налогом давай так и по поводу денег по поводу денег плюс 12 у нас денег я хочу нанять советничка на кого-нибудь дипломат меня депутат сюда мы наверное админку нагоним я найму 23 доход у меня 12 если доход у меня 12 то на нас беспорядки не получится к сожалению мне пусть уже за год на одну очко ну давай дядьку из сталина так можем еще шеф потребского кого-нибудь взять о вот это хорошо вам и военного можно на что о о и сцептывкара прикольно лимитарми плюс 10 я не знаю пока не нужно плюшка да и своими очками у нас хорошо не будут родиться него что они там до бурятов три года идут их когда отправил все разбили бурятов осаду уд выиграли и предлагаем им мир так на керенгу походу пропала претензия у меня а нет не пропала это цель войны была ой какое ширине кружечное вообще супер предложить бывает и такое ну ладно сотка за полное присоединение окей о монголы воюют шуньцы и ву я кстати хочу потом когда-нибудь за ву поиграть помните они такие довольно имбовые личности с их пом мне кажется ву идеальный вариант для того чтобы собрать китай но их походу надо искусственно выделять вначале в самом не знаю так все буряты приняли предложение у мире во всем мире национализейшн он не особенно то и дорогой у них оказался не такой дорогой как я предполагал вот как и здесь будем держать отряды сразу чтобы жизнь у них малиной не казалось бахнем снижение автономии и будем ждать так тут остановимся хорошо так вот ну чё а ну чё блин да ну чё каусы смотрите смотрите чё за фигня происходит давайте живее так 14 давайте сюда будете как подкрепление я если чё вылазку ещё бахну так вылазка вот всё получили по щам датская партия ещё у нас выставать планируют крымские националисты казахские националисты феодорские националисты феодорские националисты не имется рижские готландские что-то много так и на казань я ещё не сделал претензий так суббиковать боюлы это где а вот здесь давай в этот раз можно по идее всю казань съесть попытаться ну хотя нет по окна намного ну не всю казань ну по крайней мере она почти минорская станет вот и можно чё ещё сделать братцы о тут 40 тысяч вообще стоит чё они тут 40 тысяч делают да интересно движение налогов ну в принципе крестьянец налоги базовый налог семёра они не просто так тут стоят козлам этим наваляем тимуридов тимуридам спалить удалось ну ладно так кони двинул у меня ещё один наследничек ой теодора какая нубская в админке зато в военке какая чёткая прям прям я не помню в этом наполеоновский наполеонское время короче была в российской империи какая-то девушка которая очень хорошо командовала кавалерийским корпусом каким-то вот прям вот такая воинственная вот это то же самое вот так стабилити упал это мне не понравилось конечно но хотя хотя можно и и обойтись пока посидеть подумать о хорошем подождать и лучше отношения с кем-нибудь чтобы никсировать орда подождет орда будет помогать нам в войнушках шведы шведы они тоже с хорошей ратью такой а вот черкесы или астраханцы да черкеса миксируем так сколько там а все их уже можно отношения подтягиваем с черкесами встречу с палитой у нас плюс 28 пока воюет с Венецией зачем-то стояки пока ни с кем в мире сидят мир во всем мире о я же забыл что я браки не заключал ни с кем надо бахнуть их сейчас из тимуридов претензия уйдет и пойдем браки заключать мы больше не претендуем на штектин а где-то здесь по-моему было в помирании ладно так речь с палитой брак давай пока пока мы с тобой хорошие и добрые здесь к султанам повоюем разок и будем недобрые и хорошие бедные тимуриды слушайте в это время пока дядя султан воюет с тимуридами можно в принципе пытаться и на него напасть пытаться сделать претензии и напасть на него понять задание забывать мисопотами ну вот как раз дядя дядя султан обрадовался просто наверное о тут еще у черкесов есть претензии слушайте на адыгею еще не знаю я может золотую арду буду раскармливать в сторону газику муха так на адыгею и на вот эту мы нападем обязательно и да кстати на газику мухов у нас походу да есть претензия какая-то на дипломатов не хватит через пару лет закончится национализация споры о порядке наследования в речи посполитой что там такое прикольно спалили моего дипломатика надо бы что еще сделать можем еще одну претензию на казань устроить или на газику мухам начать давай наказать хотя 40 суд а у золотой рады же претензии так есть нифига текс ох ты газику мухи какие хитрожопые но я могу им претензии набахать во сколько на терек на дагестан вот тут у золотой да есть казус на терек вот так что я на дагестан сделаю дагестан и на что-то там еще еще национализации бахнем эпизод закончим ух генерал умер но он крутой был дядька действительно верой и правдой служил стук воевал круто степан и на что-то тверский его преемник железо в жиганске тимуриды проиграли отряду из двух тысяч госяку мурцов как интересно торговля специями тимуриды выполняют задание подчинить каракин лук кстати кстати в общем тимуридам сейчас жопа придет на дядю султана нарвались на дядю султан он вон какой громадный надо навалять как следует еще одна претензия у нас есть возможно я не знаю подумаю может черкесам отдам а может а может и себе присоединю и скорее всего себе присоединю так на газику мухов уродился терек или что-то там еще не не терек что-то другое не помню как называется и теперь давай на дагестан а я на терек сделал блин упоротый хотел на эту борьбу сделать сделал на терек бывает о не претендуем на самару надо вернуть обратно претензию чума заплатим денег дофига кстати надо надо что-то с этим делать ух ты 25 вообще плюс а советник сдох вот оно что да вот это оно на беспорядке минус 3 экономика вот нормально как раз нам админка сейчас нужна идея закрыть так и казань значит на самару сфабрикуем какие техи можем исследовать дипломатически давай так казашка на самару кто там восставать хочет бурятики и датчане новая идея о это мне еще денег надает у меня три идеи связанные с содержанием армии вообще крутецки еще у меня ввести церковный налог появилось беспорядки зато доход налогов вырастет слушай нормально я еще гуманистические идеи потом возьму в будущем чтобы стабилизировать это будет вообще супер доход налогов это всегда круто так где-то у меня 40 тысяч сидит вот где там датская партия еще засиживается войну объявят кому-то сюда закину в общем генерала пусть посидит подумает о своем поведении баргузин и чита что-то там национализировали так гуджерат что тебе от меня надо с тимуридами воюет нет не пущу тебя мне тоже хочется с тимуридами повоевать вермланд усилий верит давай кугляндию православие что ли сто лет имеем в своем составе но сто лет не можем ее обратить так что еще можно сфабриковать на тимуридов на тимуридов много чего можно но я подумаю думал каракум взять дядька султан больше не считает коми своим соперником почему он тимуридов поел как я вижу немножко а почему он больше не считает своим соперником а он с этим уридов выбрал вот оно что понятно эх при других обстоятельствах мы бы с тимуридами подружились и наваляли бы дядьки султану но к сожалению мне земли очень нужны тоже так давай-ка тут вылазку бахнем дело будет с концом блин полгода лезли так вылазка шли полгода блин щиты в баргузин в этот у меня упоро просто но мы выиграли так датской партии 90 проц конкретно фюнил восстанет и надо в готланд свести людей снова на корабли построить кстати восстание в принципе как я и говорил в готланд сюда генерала и бам что-то тут бритажка вообще делает что-то тут забыла так 26 тысяч надо где-то и генерала перетащить медь так объединяйтесь пролетари всех стран будем воевать сейчас с баргузин правда национализуем и закончим эпизод а война будет уже конечно в следующем так вот как у меня кстати с лимитом армии дела ух ты 183 штукаря можно держать то есть еще можем наделать людишек по экономике плюс 6 14 нормально это все из-за советников моих которых я нанял так давай склипаем если 183 можно тридцатник еще сделать так то есть бахнем в Москве и давай бахнем в Рязани крутецки потом может еще какие-нибудь здания где-нибудь построим вообще супер будет реальную имбу я создал прям монстра какого-то все баргузин национализован а это означает что на этом мы с вами заканчиваем этот эпизод с вами был Дмитрий подписывайтесь на канал ставьте в группу ставьте пальцы всего доброго увидимся в прожжении прохождения помните что самое интересное еще в виде thank you guys